ребят у нас сегодня прекрасная теплая погода на улице больше 20 градусов ну прям лето и сейчас антоха который ездил в тбилиси встречать сестру вместе с ней едет сюда в батуми мы едем на вокзал их встречать наконец-то у нас гости вот это в преддверии антохиного дня рождения о здравствуйте а я уже иду А как мы все поедем? На мотоцикле твоем? Блин, круто! Очень рада! Я на кошельке к маме хочу встречать! Привет, Саша! Боже, как это классно! Это тебе! Сразу? То есть, меня только так! Так встречает, друзья! Это все унеси! Почему? Почему? Места цепа! Цепленка! Дай типа пацаную! Цепленка! Цепленка! Спасибо большое! Это просто ужасно, безусловно! Давай я помогу! Два! Три! О! Так! Хоть расскажешь! Сейчас расскажу хоть! Как это? Как это? Как это? Антон учил, я не выучила еще! Еще очень мало времени! Ну-ка! Оно! И сразу! Плечик! Та-та-та-тан! Волшебный эликсир! Выпьем за Олесин приезд! Мы долго ждали ее все! Она очень тоже ждала к нам приезда! И самое удивительное, что мы часто стараемся встречать! Но еще в Грузии мы не встречались! Да и вообще за границей! Ну это круто, что ты приехала! И теперь как? Заживем! Эти две недели с приездом! Спасибо большое! Все! Берегите ваши уши! Приехал граммофон! Ну и в общем первым делом мы повезли Олесу в ресторан! А сейчас, сразу после, мы пешочком прогуляемся до дома! У нас сегодня есть еще дела! Нам нужно подготовиться ко дню рождения! Купить продуктов! Сделать заготовки на завтра! И съездить за всем туристическим оборудованием! Короче, надо будет еще покататься! Но начало дня уже прям очень прекрасное! Ну в общем, среди всех этих доступов, лифтов, кодовых замков и так далее, забыл вам показать! У Антохи день рождения! И он попросил меня, ну прям может поручил мне найти гитару! Потому что мы реально вот с тех пор, как из России уехали, на гитаре не играли! А у меня здесь, если помните, знакомые появились среди музыкантов! Ну и я обратился к Боре! И Боря дал мне гитару на день! Вот даже в твердом кофре! Очень хороший инструмент! Вот! Боря, если ты смотришь, спасибо тебе огромное! Так что будет сюрприз имениннику! Вот! В общем, все получается благодаря людям! Вот! Люди везде хорошие! Ребят! Значит, вчера мы с Олейской погуляли, посидели у нас! И сегодня у Антона день рождения! Поэтому у нас сегодня запланировано мероприятие! Оно, конечно, переигралось! И сильно отличается от того, что мы планировали изначально! Но! Думаю, что будет не хуже! Мы едем туда же, к Бадре! Вот в ресторанчик, где мы были буквально позавчера! В общем, двигаем отдыхать на природу! Музыка Здесь уже вино, и через год или полтора года мы открываем, наливаем в бутылку и так продаем. А сколько сортов? Это разные сорта или это все? Да, сейчас это разные сорта. Это два целых калорий, а это качицы. Качицы. Это все чхавери у вас есть, да? Да, и чхавери есть у нас. В чхавери? Да. Да. Ну, мы и судим другое. Это оттуда. Да. Мы тут, получается, были позавчера, и река была такая скромненькая. А сейчас прошло два дня. Такой поток. Ну, видимо, как раз с гор спускается, тает снега. Снежной шапки. И вот река полная прямо. Бадри провел нам экскурсию, мы заказали все по меню и начинаем торжество наше. И то есть я полноценный человек, потому что вокруг меня вот эти номер. И вот я хочу выпить за вас за всех, что вы часть меня, и вы очередной раз можете этот день со мной разделить. Я тебе очень рад. Ура! 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 Ну и конечно не обходится без нашей фирменной песни Антохиной. Да! Славный город, что на море далеко, но нашимский, а порт полиции в Приморе центр всей коммерции. С нами не своей погодой, к именам и главой, и только море, и только море, и только море, и только море, омывает этот город со всех его трех сторон. В общем, правильно мы сделали, что сюда приехали. Обалденно! Мы тут одни, музыку слушаем, танцуем, на гитаре играем, вид прекрасен, погода тоже. Прям оно! Ой, господа, было весело! Мы прям вот погудели, прям от души. Ты тоже телефон потеряли. Да, потому что наш день рождения у Антохи продолжился вечером, но уже стемнело, на пляже мы пошли Олеське море показывать. А утром мне звонит Катя и говорит, что Антон не может телефон найти. Ну, в общем, я дозванивался на его номер и где-то там с какого-то раза дозвонился, там парень взял трубку, вот я ему объяснил, что так и так потеряли, все. Он нашел, да, ночью его на камнях, говорит, светился, мигал. Все, Антоха съездил, забрал, отблагодарил парня. Но это была бы катастрофа на самом деле, если бы мы не нашли этот телефон. Потому что у него, ну, сами понимаете, там все, во-первых, российская симка, которую тут, ну, не восстановить, это надо было бы ехать в Россию. Плюс к ней привязаны там банки всевозможные. Ну, в общем, там вся жизнь. Вот. Это страшная история. Вот. Ну и хорошо, что все хорошо закончилось. Мы сегодня много гуляем. Вот. И сейчас зашли подкрепиться в Мак-Шаурму. Такое ощущение, что это местная вкусная точка. То есть все оборудование от Макдональдса осталось. Вплоть до терминалов заказа. А продаю шаурму. Вот. Ну, в принципе, неплохое место. Ну, вернее, по-другому скажу. Это лучшая шаурма в Батуми. Вот. Я, конечно, не так много где пробовал. Но пробовал. И это прям лучшее. А находится она прямо напротив Макдональдса. Вот он. Макдональдс. Вот. Вот. А вот через дорогу Мак-Шаурма. Сегодня у меня утро началось очень красиво, неожиданно. Я проснулся довольно рано, но прям с самого утра захотел кофе с блинчиками. И погода прекрасная. Вот что. Я сегодня впервые примерил свою черепаху. Я ее заказывал из Германии. Вышел. Завел мотоцикл. И поехал вот в такую кофейню. Или блинчик. Блинчик давай. Крипперс. Я пробовал здесь однажды блины. Очень вкусно. С курицей-грибами. С ветчиной и сыром. Вообще прям мяу. Вот. Сейчас позавтракаю здесь и поеду прокачусь немножко. Потому что погода сегодня прям шепчет. Сегодня 27. Солнечно. И я не хочу пускать такой шанс провести время на свежем воздухе. Потому что завтра уже будут опять дожди и где-то плюс 15. Поэтому сегодня я на свежем воздухе. Великолепное начало дня. И, кстати, да. Мне Никита, механик, поставил крепление под камеру. Инста 360. И сегодня вы можете прокатиться со мной. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что я до взлетки до ехал. Как вам такое маленькое путешествие по Батуми. Правда, красиво летом. Вообще, мне так нравится. Пальма зелененькая. И я вот единственное даже проветриться смог только вот сейчас когда прокатился вот на скорости. Так жарко прям сегодня Эй, кайф И морюшко-то какое Какое морюшко, смотрите А еще говорят, что вот это Запорожец, это на самом деле Мангал И раньше прям жарили каждый день мясо А еще тут есть местные собаки Которые считают Ну, наверное, по праву, что они тут хозяева И только сюда подъезжаешь Они сразу к тебе бегут, облаят всего Ну, не кусают вроде, но Прямо так настойчиво лают Никто не боится, на самом деле Да и они уже, знаешь, так это Ради галочки просто Полаяли и ушли Ну и, конечно, после такого приятного Начала дня у меня был Очень продуктивный рабочий день И буквально до самого вечера Ну, я никуда не выходил Даша выходила гулять Но хорошо, что вовремя пришла Потому что днем у нас Опять, видимо, в преддверии смены погоды Очень сильный был ветер Ну, то есть, не знаю, ураган не ураган Но очень сильный ветер Вот, и хорошо, что именно в этот момент Мы были дома А сейчас вечером на закате, да Мы вышли прогуляться Подышать воздухом перед сном Да, просто Немножко остыть, расслабиться Кстати, мы еще на набережной взяли мороженого Два рожка вышли на 5 лари В принципе, очень приятный прайс Так, это вот мой каркарыч Сегодня проснулся, ну, значительно раньше Даши Наверное, еще и восьми не было на часах Полежал, почитал про всякие новинки, нейросети и так далее Решил, что пора вставать уже и дела делать Вот, и пока Даша не встала Я занимался делами А как только проснулась Мы решили пойти Позавтракать блинчиками На которые я вчера ездил на мотоцикле Покажу Даши Да и вообще, мне что-то так понравилось Я хочу повторить это Эти прекрасные ощущения Это прекрасный вкус А дальше не знаю Алиса нам говорит, что сегодня будет дождь Значит Она говорит, что сегодня пасмурно Ну А вы сами видите На улице На улице прям прекрасно Вперед, как всегда Ага Вот, ну, я в любом случае Буду работать сегодня Грандиозные планы на сегодня Я хочу собрать Выпуск на канал Сделать коммерческий ролик И мне еще надо Там по рекламному направлению Своему Прям позаниматься Там Так и вечер, наверное, уже наступит К этому моменту Вот Так как сейчас выходит Два выпуска в неделю Очень много времени Приходится уделять монтажу Поэтому надо садиться И делать Я несколько дней не выходил на связь Потому что Потому что что Ну, я работал много Несколько дней с утра до вечера Да и как-то Жизнь была очень размеренная Ничего такого Но Сегодня выходной Суббота Мы решили с ребятами То есть с Антоном, с Катей И Олеся к ним Сестра Антохина Которая приехала Мы решили сегодня Съездить погулять В ботанический сад В котором я Так ни разу и не был Потому что ждал Дашу Вот И мы договорились с Антохой В час Встречаемся Но мы настолько Огрузинились Что В час Ну, в час мы вышли из дома Не в час А в час В час десять В час десять мы вышли из дома В час пятнадцать Мы созвонились Он, оказывается, был еще в магазине Не ждал меня И я стоял Выбирал еду Но там Меня как будто Цыгане заманили Я Смотрел на эту витрину С едой И мужик такой Кушать хочешь? Заходи Тут у меня Тут вообще Все есть И я такой Да, хочу И в общем Мы уже должны были встретиться Двадцать минут назад Как? А я Просто понимаю Что я сижу В этой кафешке И ем фахитус Ну вот И кстати говоря А нет Ребята на месте Я думал, что Они до сих пор Не подошли А может это наша маршрутка Кстати? Ну-ка Время Вау Тридцать пять минут Да Приток мало Обоздали Меня запутали Знаешь как Вот возле той кафешки Которая стояла Он так на меня посмотрел Такой Ты кушать хочешь? А ты заходи У нас тут много всего Я думал А прям готово Есть? Он такой Есть Я говорю Давайте Там фахитус Лежал У меня Положил Курочка С овощами Я бы То есть Мы должны были Двадцать минут Уже встретиться Я понимаю Что я просто Сижу в кафе И ем А в чем запутанность Это уже встреча идет А у меня запутал Он так смотрит Как цыган Я когда сказал Ключевые слова Вот эти Хочешь есть Да А вообще Все понятно Это хорошо Что он Никак не связан С финансовым потоком И ипотеками А то ты вышел У тебя уже контракт Нет Там у меня блок Вот это вот Прям работает Все еще Не пользуйтесь этим Мы доехали до дальнего От Батуми Входа в парк Доехали на маршрутке Минут двадцать ехать Сколько стоило Полтора лари Стоило Сороковая маршрутка Ну тут от нее Еще пешком идти Нормально Притом так Я на мотоцикле Тут ездил Помню Что тут Прилично идти А там Да Там вход В ботанический сад И вперед А телочки С бусами Там почти Что-то Там колокольчики Висят В них Такие все Красивые Упитанные Ну в итоге Наверное Километр Мы пошли И подошли К пропускному пункту Тут продают Билеты По-моему Двадцать лар За человека Стоит вход Вот так выглядит Вот дерево С таким именем Крипто Мэрия Крипто Мэрия Японская Вот Японцы Уже И тут Впереди Планеты Всей И мы Вот так Вот гуляя По парку Вышли На старую Станцию Заброшенную Ботанический сад Которая Находится Прямо Возле Моря Открывается Вид на волны На Батуми И Чувство Какого-то Невероятного Невероятно Огромного Мира Пространства Невероятной Мощи Море Короче Прекрасно Это свобода Ребят Вот так Пахнет Свобода Я узнал У местных Таксистов Как сюда Проехать Прямо на пляж Минуя Все Минуя Кассы Так что Мы можем Реально Сюда Забуриться И отдыхать И не платить Каждый раз По 20 лари Но теперь Знают Это секрет Только таксисты И я Минуя а еще в ботаническом саду есть прекрасные беседки где можно просто замереть перекусить отдохнуть и двинуться дальше изучать эту природа чудесная значит мы сейчас находимся с вами зоне северо-американских растений то есть климатическая зона северной америки здесь что у нас произрастает а то вот именно что да все что хотите вообще понимаете как особенность какая что деревья большие крупные сильные посмотри какой мост то есть реально там можно перейти пока классно не ходи это реально очень интересный ботанический сад она толстенная плюс его разные части уже в земле и растет она еще вверх в общем целая конструкция и мы поднявшись на холм плавно зашли на территорию ну точнее в зону климатическую китая и японии тут уже сейчас будут национальные их деревья всякие маленькие вот эти вот японские наверное березки вот смотрите например это что папоротник хочу на деревьях сразу видно где здесь север потому что практически на каждом дереве есть мох антон а ты как эксперт по китаю скажи где то дерево из которого делают китайские палочки то ли там то ли вот здесь немного правее того вариант причем знаете в чем особенность что левую делают из одного дерева палочку а правую совершенно из другого это как в рекламе твикс верно да я не на них там спор жесткий прям какая будет левая к праву кому из них проще жить левшам или правшам но я не знаю как кому пойдет автобус смотрите ребят какое дерево это опять крипто мэрия японская китай китай на японская вон какой у него прям шапка прям да господа это было мудрое решение приехать сюда ну вот смотрите какие цвета цветы и цвета ребята говорят что вот по сравнению с январем тут очень сильно все расцвело ну собственно я поэтому и хотел дождаться весны и уже с дашей поехать сюда почувствовать все ароматы а мы тем временем зашли в китайский или кто-то японский сад такими вот рыбками мостиками а вот это юный натуралист наблюдает медленно за природой смотрите ребят как готовится самый крутой контент для вас с помощью этой инста 360 все рыбки наши а вот интересное дерево у него кора как кожа какого-то динозавра да только шершавый такой а ты трогал жирафа может он тоже шершавый трогал ну чё как длинный это бамбук давайте стучим по нему пустой в общем ребят тут можно бесконечно ходить и показывать различные растения разных цветов наружности форм размеров просто если вам нравится природа вам нравится находиться в ярких цветах вкусно пахнущим в парке точно сюда приходите здесь классно и стоит тех 20 лар которые мы заплатили на входе рекомендация кстати для любителей привнести что-то интересное в свой отдых тут есть зип-лайн и он видимо очень далекий потому что отправляется реально куда-то вот туда куда уже не видно стоит судя по надписи 70 лари вот поэтому желающие welcome короче нет неправильно это камелия японская и вот имя фамилия но похоже правда ну да роза они же там 5 50 сантиметровые 40 сантиметровые а это куст а это ребят аргентинская какая-то растительность непонятно то ли елка то ли кактус то ли елктус и мы сейчас по лесочку так спустились и вот таким вот видом вообще красота только холодно ну не так но не как в таиланде а вот кстати пляж там какой-то внизу ой классно сюда можно реально приходить и смотреть на море на корабли вдалеке мечтать только вход 20 лар будем мечтать о бесплатном входе в каком же потрясающем месте я живу это просто невероятная картина воды до горизонта прибой растение очень красивые просто неописуемо красивые звуки прекрасные птицы поют волны все дела в общем это да это дорогого стоит а вот это ребят внизу действующая железная дорога и поезда уходят вот сперва в эту арку а дальше в туннель и выезжать с другой стороны горы уже на стороне батуми а